27 сентября состоялась инаугурация главы майского сельского поселения Андрея Григорьевича Дацко. Напомним, 18 сентября за его кандидатуру проголосовали 48,8% избирателей. Торжественная церемония вступления в должность вновь избранного главы муниципального образования майское сельское поселение прошла в актовом зале средней школы. На мероприятии присутствовали глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, председатель территориальной избирательной комиссии Зарема Гурижева, местный депутатский корпус Отец Евгений, руководители служб предприятий организации поселка, жители. Председатель территориальной избирательной комиссии Зарема Гурижева зачитала постановление избирательной комиссии о результатах выборов и вручила удостоверение. Уважаемые гости, присутствующие глава администрации. 18 сентября 2016 года состоялось голосование избирателей по выборам главы муниципального образования «Майское сельское поселение» по четырем кандидатам. Датску Андрей Григорьевич, Семенов Александр Александрович, Шубушев Юрий Мусович, Шушоков Тимур Эдуардович. В списке избирателей на момент окончания голосования было внесено 1966 избирателей. В голосовании приняло участие 986 избирателей, что составляет 0,50 и 0,14%. На основании первых экземпляров протоколов двух участковых избирательных комиссий об итогах голосования путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия Кашкабовского района определила, что голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом. За Датску Андрея Григорьевича подано 477 или 48,8%. За Семенова Александра Александровича подано 30 голосов или 3%. За Шубушева Юрия Мусовича подано 148 голосов или 15% избирателей. За Шушокова Тимура Эдуардовича подано 294 голоса или 29,8%. На основании протокола территориальной избирательной комиссии Кашкабовского района 20 сентября 2016 года о результатах выборов главы муниципального образования майское сельское поселение в соответствии со статьей 67 закона Республики Адыгея о выборах главы муниципального образования территориальная избирательная комиссия постановляет 1. Изнать выборы главы муниципального образования майское сельское поселение 18 сентября 2016 года состоявшимися и действительными, утвердить протокол и сводную таблицу территориальной избирательной комиссии Кашкабовского района о результатах выборов главы муниципального образования майское сельское поселение. Считать избранным на должность главы муниципального образования майское сельское поселение Доско Андрея Григорьевича. Разрешите мне, пользуясь случаем от имени территориальной избирательной комиссии, от себя лично, поздравить с избранием на столь высокую должность Андрея Григорьевича, пожелать вам, депутатскому корпусу, плодотворной работы, исполнения всех желаний и удачи вам во всем. На благо вашего поселка Майского и Кашкабовского района. Далее слово взял глава района Заур Хамирзов. Труд главы поселения, он очень ответственный, очень тяжелый, постоянно на виду, постоянные проблемы, зачастую эти проблемы очень трудно решаемы, поэтому я прежде всего желаю Андрею Григорьевичу здоровья, потому что оно крайне необходимо. Спасибо, терпение, потребовало ума. Андрей Григорьевич, удачи, да, удачи. И я хотел бы сказать, этого человека сегодня нет в этом зале, имея в виду Сидюкова, Игоря Николаевича, подшественника, человека, который очень честно исполнял свою работу в предыдущие пять лет. Я хотел бы ему сказать слова признательности, спасибо ему огромное. Еще раз. Спасибо. С напутственными словами к вновь назначенному главе поселения обратился председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Мы сделали свой выбор, вы пришли на выборы, вы отдали голоса, но отдав голос, выбрав главу, вы не должны оставить его одного, как уже здесь многие сказали, с многочисленными проблемами, как и с каждым сельским поселением, так и в вашем майском поселении. Только все вместе, здесь, я понимаю, депутатский корпус, старейшины, казачество, батюшка, все здесь, все вы сейчас вместе в одном кулаке, так и работаете, не оставляйте главу одного, он все равно человек, и один человек не решает ничего, он только должен опираться на вас, что-то подскажете, что-то решите совместно, что-то придете к какому-то общему знаменателю и сделаете. Андрей Евгеньевич, ну а тебе здоровья, прежде всего, большого-большого терпения, еще, Андрей Евгеньевич, оставайся таким же продолжателем тех добрых начинаний, которые заражены Игорь Николаевич. Всего хорошего тебе, удачи. Спасибо. На мероприятии выступили также председатель совета ветеранов майского поселения и священнослужитель отец Евгений, которые в свою очередь поздравили Андрея Дацко с избранием на столь ответственную должность и заверили, что всегда будут поддерживать в работе. С ответным словом выступил Андрей Дацко. Спасибо за напутствие, спасибо за то, что все сказали, что вы сказали, потому что все действительно правильно и действительно тяжело. И правильно сказали, что только вместе. И на предвыборной кампании я говорю, что только вместе мы с вами сможем все это сделать. Вы мне где-то поможете, подскажете, направите. Я со своей стороны где-то что-то сделаю. Ну то есть если мы будем взаимодействовать с вами, то все будет нормально. Это всегда было, всегда есть и так оно и будет. Нашу страну не изменишь. Пускай это будет наш общий дом большой, большая семья. И я думаю, все вместе все сделаем. Если друг другу будем помогать, я думаю, все будет нормально. Спасибо вам за доверие. Спасибо за то, что пришли на выборы, за то, что проголосовали. Огромное всем спасибо за то, что поддержали. Это очень много значит. В свою очередь я постараюсь оправдать доверие и постараюсь отработать. Сразу после представления глава майского сельского поселения Андрей Дацко приступил к своим обязанностям. И первым делом он вместе с главой района Зауром Хамирзовым, председателем Совета народных депутатов Александром Брянцевым и отцом Евгением прибыли в детсад поздравить коллектив с профессиональным праздником. Сегодня номинательное событие во штабах страны, День воспитателя. Я всех вас от души поздравляю. Здоровья, счастья, успехов, всего самого-самого наилучшего. Труд действительно очень нелегкий, но я скажу так, он реально очень почетный. Поэтому с праздником всех нас, уважаемые коллеги. Уважаемый коллектив, поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Здоровья вам, удачи, счастья, душевности, всего самого хорошего. Спасибо. Благословение Господне на вас. Хотел бы вам тоже сказать, сейчас по телевизору смотришь и спорят. Где воспитание в семье, или в садике, или в школе. Я как еще тому поколению, старый уже, помню все, это закладывалось все-таки у нас, наверное, в коллективе, в садике и в школе. На вас лежит эта ответственность. Говоря, многие садики могут позамидовать такой организованной работе и такому занятию. Хотелось бы, чтобы у вас это сохранилось в будущем. Спасибо большое. Ну, уже я от себя тоже скажу, уже как действующий, можно сказать, глава поселения. С праздником вас поздравляю от всей души, абсолютно весь коллектив, потому что я знаю, что это за работа, будучи и с дипломом преподавателя, и работал здесь, и в школе, и с вами общался, и даже в МЧС, когда работал, с вами общался. Поэтому я знаю эту работу, знаю, насколько это тяжело, насколько трудно. И в любом случае, как бы они говорили, детки, они большее время проводят здесь, чем дома. Поэтому основное воспитание закладываете вы воспитателям. И как вы их воспитаете, так оно и будет. Порой родители не могут справиться с детками, а воспитатель это делает с лихвой. Поэтому всему коллективу такое благодарственное письмо.